Говорит Москва Верховного Совета СССР Ко всем членам партии Ко всем трудящимся Советского Союза Дорогие товарищи и друзья Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза Совет министров СССР И Президиум Верховного Совета СССР С чувством великой скорой Извещает партию И всех трудящихся Советского Союза Что 5 марта В 9 часов 50 минут вечера После тяжелой болезни Скончался Председатель света министров Союза СССР И секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин Перестало биться сердце соратника И гениального продолжателя дела Ленина Мудро вождя и учителя коммунистической партии И советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина Охваченная глубокой скорбью Тысячи москвичей Вышли в это утро На Красную площадь В сердцах миллионов людей Острой болью Отозвалась госновесть В эти скорбные дни Все народы нашей страны Еще теснее сплачиваются В великой братской семье Под испытанным руководством коммунистической партии Созданной и воспитанной Леном и Сталином Глубокий траур Одесса города и села советской страны Ленинград Веют травмные флаги над Невой Над Вольным В трауре Кирский завод Год гори Где родился Великий Бождь Подмосковно-колхозные села Глубокая печаль Пришла всей советских людей Пришла скорбная весть И на далекое Заполярье Приспущены флаги На кораблях морского флота Траурные флаги Над улицами украинских городов Одесса и Львова Над улицами столицы советской Беруссии Минск Траурные полотнища Над Кремлем волжского города Горько В траурном боре Нефтяные вышки Баку А через в траур Улицы столицы Эстонии Таллина По всему миру Разнеслась скорбная весть Слушают ее сыны великого китайского народа Вглядываются в черты врагово лица Долетела скорбная весть И до окопов в Корее В трауре Варшава Леют траурные полотнища Над улицами Праги Скорбят трудящийся Будапешта В трауре Бухарест Дошла траурная весть До Сфии Испущены флаги На столице Албании Тираной С глубоким волнением Будящийся в Берлина Читает сообщение О смерти товарища Савина Задолго до того Как был открыт доступ Гробу товарища Сталина На улицах столицы В центре и на окраинах Возник бесконечный поток людей Устремившийся в этот день Траура Гробу товарища Гробу товарища Трудящиеся в столице Шли в колонный зал Великого прощания С гениальным вождем И учителем трудящихся Иосифом Виссарионовичем Сталином Трудящим Софии В perk заболевание Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Члены Семхи Товарища Сталина, члены Центрального комитета партии, партийные и советские руководители союзных республик. Члены Семхи Товарища Сталина Перед народами Советского Союза Велико народное горе В глубокой печали проходят перед гробом советские люди. Пощаясь с рождем, каждый хочет навсегда зачетлеть в своей панели дорогие черты. Не иссякая, течет и течет живая река народной любви и народной слави. Новые и новые тысячи людей беспрерывно вступают в колонный зал. Тысячи веков, живые цветы, они запечатлели в себе глубокое чувство любви трудящихся к отцу народного счастья. В почетную карулю у гроба руководители партии правительства товарищи Маленков, Берия, Ворошилов, Молотов, Булганин, Хрущев, Граднович, Микоян. Несут в почетную вахту гроба представители рабочего класса. Снатные колхозники и колхозницы, советские женщины. Неисчерпаемую силу гения отдал Сталин трудящимся людям. Эти руки не знали отдыха в неустанном труде во имя народного счастья. Люди не могут сдержать слез, прощаясь с тем, чье имя для каждого не совместило с мыслью о смерти. Течет, течет живая река. Все новые и новые венки несут трудящимся, кровь ждят. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как нога морских волн, движение на улицах, примыкающих к дому садюдов. Идут маршалы, генералы, афитеры, чтобы сложить венки на гроб генеральсимуса Сталина, величайшим из полководцев мира. Представители героической советской армии несут почетный караул у гроба дворца нашей бессмертной радной славы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стоят на траурной бахте адмиран советского военного флота. Представители армии и флота смирив в почетном карауле московские пионеры. Советские дети, те, что стоят в почетном карауле, и те, которых родители несут на руках, Говорят последнее, прости их тому, кто сделал счастливым их дотство. В почетном карауле у гроба Иосифа Виссарионовича Сталина, учащийся в ремесленных училищах. Руководители Ленинско-Сталинского комсомола. Представители советского стенчества. В эти дни в стране повсюду сникали траурные митки. Рудящиеся давали клятву еще теснее сплотиться вокруг Сталинского центрального критета Коммунистической партии Советского Союза, вокруг родного советского правительства, в великом деле строительства коммунизма. Со всех концов нашей социалистической родины прибывали в Москву советские люди для последнего прощания с великим вождем. По дорогам в Москву съезжались дружники колхозных полей. За много километров от Дома Союзов начинался людской поток. Нескончаемой вереницей шли люди к Дому Союзов. Почтить светлую память гениального строителя новой социалистической культуры, воспитателя новой советской народной интеллигенции, пришли в колонный зал советские ученые, писатели, работники искусств, деятели советского кино, учителя, врачи, инженеры, студенты, члены единой семьи строителей коммунизма, проходят члены дипломатического корпуса в Москве. Пришли почтить память великого Сталина представителей церкви. По всей стране в эти дни возложением венков прожал народ свою скорбь, свое уважение к памяти великого вождя. Чтят память товарища Сталина металлурги и тракторострителей Челябинска. Встануя в почетный караул у монумента великого строителя мощной советской металлургии домищики Магнитогорска. Одна за другой вступает в дом союзов делегации крупнейших промышленных центров советской страны. Ленинграда, Сталинград и многих городов, областей, краев. Бакинские нефтяники скорбят о том, кто пять десятилетий тому назад собирал здесь под боевое знамя первые отряды революционных бойцов. По всей необъятной нашей стране, потрясенной великой ватой, советские люди собирались у монументов товарища Сталина, выражая свою сколь, свою любовь. В столице советской Белоруссии Минске. У величественного монумента победы в столице советской Армении Иване. В столице советской Литвы, Вильнюсе. В столице Узбекистана, Ташкенте. В столице Узбекистана, Ташкенте. В городе революционной юности товарища Сталина, в столице советской Грузии, Белисии. В городе Гори, народе великого вождя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Гению товарища Сталина, трудящий с нашей страны, обязаны созданием братского содружества народов под знаменем Союза Советских Социалистических Республик, под победоносным знаменем Ленина-Сталина. Одна за другой возлагали венки и вставали в почетный караул у гроба гениального строителя могучего многонационального советского государства делегации братских народов всех 16 союзных республик. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова в нашей стране, в надежных руках, в руках верных учеников и соратников Великого Сталина. Под водительством Великого Сталина создан могучий лагерь мира, демократии и социализма. В эти скорбные дни из многих стран в Москву прибыли делегации. Делегация Великого Китайского Народа, в лове с премьером Государственного Административного Совета, Джо Эн Лаев. Преклонив головы перед гробом, они выражают свою скорбь, свою верность, нерушимой дружбе китайского и советского народов. Товарищи Джо Эн Лаев, Го Вожо, Левчунь, в почетном Кауле. Вместе с ними уважают свою скорбь вождь китайского народа Мао Цзэдун, чены правительства Китая и сот тысяч граждан Кина. В Шанхае, в городе боевых революционных традиций, трудящиеся скорбят о великой утрате. Лучшие люди, герои освободительной вны и герои труда, в городе Ханькоу, выражают свое солезнование советскому народу. Одна за другой входят в колонный зал правительственные делегации стран народной демократии. Президент Польской Народной Республики Болеслав Белт, маршал Польши Константин Рокцовский. Реоны поляков разделили в эти дни советским народом скорбь утраты великого друга польского народа. Неугасимую любовь, глубокую скорбь выражал в эти дни народ Чехословакии. Президент Чехословакой Республики Клемент Готвальд. Председатель Совета Министров Венгрии Матьяс Ракоши и товарищ Ишван Доби. Румыцкая делегация возглавляемая председателем Совета Министров Георгию Деж. Алпанская делегация во главе заместителя председателя Совета Министров Спиро Калека. Тысячи жителей столицы Народной Республики Албании тираны правительства страны во главе с товарищем Энером Ходжа дали клятву верности заветам Сталина. Чтил память великого Сталина и трудолюбивый народ свободной Баларии. Болгарская делегация во главе с председателем Совета Министров в Илко-Черленковом. Делегация героического корейского народа возложа венки в гробу товарища Сталина. Воины, герои освободительной войны против империалистических интервентов возлагали венки знаки великой любви к товарищу Салину. Их близкие делили с ними скорбь утраты. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ КОНЕЦ Клятвой верность одному народу Присягали солдаты Ареи В память великого вдохновителя борьбы народов За свободу, честь, независимость Делегация Ангольской народной республики Председатель света министров Цидербал Посол в СССР Итан Чжан В почетном карауле представители немецкого народа Товарищи Макс Реймон, Вальтер Ульбрифт, Отто Гротеволь, Лильген Цайсер В колонном сале делегация Франции Вместе с немецкой делегацией Стоит в почетном Жак Дюкло Секретарь французской коммунистической партии Итальянская делегация В окне с генеральным секретарем Итальянской коммунистической партии Пальмира Тальянци Генеральный секретарь коммунистической партии Великобритании Гарри Больд И товарищ Питер Керриган Делегация коммунистической партии Австрии Во главе с Йоганом Коплиником Секретарь коммунистической партии Испании Долорс Бибарули Премьер-министр Урхо Кюканен Возглавил венок От правительства Финляндии Гроба великого знаменоса мира Выдающийся индийский бед за мир Зефуддин Кичну Несут почетный раул Делегаты международных демократических организаций В эти дни В Москву Из всех стран мира Шли собрязнования По поводу тяжелой утраты Тысячами и тысячами венков Выражали народы мира Свой скорбь Свою великую любовь и признательность К вождю народов Свою великую любовь и признательность Свою великую любовь и признательность И Budget Атмосу Свою великую любовь От Ho Свою великую любовь и признательность Мы вернулись траурной лентой от Дома Союзов до Кремля. Три ночи не смолкал шелест шагов, Десятых тысяч людей, идущих в колонный зал Для последнего прощания. И шелест этих шагов, как эхо, откликался в Варшаве И во многих других городах, в траурном шествии плящихся. Последняя ночь великого прощания. Утро 9 марта 1953 года. В последний раз у гроба своего гениального учителя и друга Руководителей партии и правительства. В последний путь. Руководителей партии и правительства. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Руководители партии и правительства, представители брат их союзных республик, выдающиеся деятели Всемирного движения за мир, демократию и социализм. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Товарищ Берия говорит о том, что напрасны расчеты врагов советского государства на то, что понесенная тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Мы должны еще более усилить свою бдительность, как учили нас великие вожди Ленин и Сталин. Могущество советского государства заключается в единстве советского народа, в его доверии к коммунистической партии, к своему советскому правительству. Советский народ с единодушным одобрением встретил постановление Центрального комитета партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны. И эти решения ярко вожают полное единство и сплотенность в руководстве партией и государством. Товарищ Берия заканчивает свою речь словами. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партий и руководства, Крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество Советского государства, Неизменно хранить верность идеям марксизма-ленинизма, Исследуя заветом Ленина и Сталина привести страну социализма к коммунизму. Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю, великому Сталину! Выступает первый заместитель председателя Советского Союза СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Дорогие товарищи и друзья, в эти дни мы все переживаем тяжелое горе. Кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с ним близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы и миллионы советских людей, Как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, Прощаются сегодня с товарищем Стальным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Молотов говорит в своей речи о великом значении деятельности товарища Сталина в создании коммунистической партии, Советского государства, братского содружества советских народов, В победоносном строительстве социализма, В всемирной исторической победе над фашизмом, В создании всемирного лагеря мирливых народов, Молотов говорит о том, что товарищ Сталин Открыл для нашей страны светлые перспективы для построения коммунистического общества. Далее товарищ Молотов говорит о том, что товарищ Сталин, Вся жизнь которого освещена светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, Не только осуществлял повседневное руководство социалистическим строительством, Но и вооружил партии и народ важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, Которые на многие годы освещают наши движения вперед к победе коммунизма. Наша партия, следуя за этом великого Сталина, Дает нам ясное направление дальнейшей борьбы Для великого дела построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии. Вокруг советского правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, В сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах! На пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира Будет жить в веках! Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса, Энгелеса, Ленина, Сталина! Да здравствует наша могучая социалистическая родина, Наш героический советский народ! Здравствует великое коммунистическое партия Советского Союза! Траурный митинг окончен. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Прощай, наш учитель и вождь, Наш дорогой друг, Родной товарищ Сталин. Двенадцать часов. Незабываемые минуты великого прощания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Миллионы людей, Обнажив головы, Застыли в скорбном молчании На улицах и площадях, На заводах и фабриках. На строительстве Иртышской гидроэлектростанции. В нефтяном Баку Стоят, обнажив головы, Строители Мингичаузского гидроузла В Азербайджане. Шахтеры Донбасса. Трудящиеся Алматы. Конвозники Таджикистана. Жители Минска. Ленинграда. Стальграда. Шляпинска. Свердловска. Еревана. Народы всех стран мира Прощаются с великим Сталином. Жители столицы Китая, Пекина, Состыли в молчании Китайские военные моряки. Воины корейской народной армии И китайские добровольцы. Народная Монголия. Свердловска. Водопешт. Свердловска. Пухарест. Рага. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...